Доброе утро! У всех примерно одинаково, потому что все мы так или иначе слушаем гороскопы по радио, по телевидению. Расскажите, как утро астролога начинается? Слушаете ли вы какие-то гороскопы или составляете их? Все думают, что астрологи каждый день смотрят свой гороскоп. На самом деле это не так. Я давно про себя уже все знаю. Своё утро я начинаю с небольшой медитации и благодарю Вселенную за новый день. Круто! А вот нам сегодня обещают звездопад. Вы знаете, как правильно загадывать желания на летящую звезду? Давно загадывают желания. Да, это очень давняя традиция. И падающие звезды, они очень положительно влияют на осуществление наших самых сокровенных желаний. Вы можете уехать за город, конечно же, это было бы лучше. Найти свободное пространство, уединиться, смотреть на звезды, на метеоритный дождь. И найти эту падающую, увидеть эту падающую звезду, загадать желания, визуализировать. А вот надо загадывать после того, как ты увидел, как звезда упала? Или мыслеформа уже должна существовать в твоей голове, и ты как бы ждёшь падения? Это желание, которое, оно имеет великую силу, оно очень мощное, оно всегда при вас, да? И вы должны просто представить этот образ, визуализировать. И если вдруг вы не успели загадать желание, вы можете загадать его позже и сказать «Знаю». 85% женщин, я сейчас приду, 85% женщин увлекаются по статистике астрологии. Но даже не то, что женщины, а вообще вот среди всех людей, которые увлекаются астрологией, там 80% это женщины. Как вы думаете, с чем связана такая вот именно женская тяга, женская именно любовь к этой науке? Я знаете, я скажу, что мужчины тоже увлекаются астрологией, просто они не так открыто это выражают. Они стесняются? Они стесняются, да. И мужчины просто более рациональны, и они, а женщины, они более эмоциональны и очень ранимы, очень чувствительны. И им легче поделиться своими проблемами с другим человеком, тем более с астрологом. Ну вот, есть же такой скептический взгляд, что вроде как, если есть ли гороскоп, значит, все овны, как один, должны в одно и то же время переживать одни и те же проблемы, одни и те же события. Это не так, утверждают скептики. Вот на самом деле. Вообще, на самом деле, мы все с вами родились с небесным паспортом. У нас у каждого свой рисунок судьбы. Но и получается, что наш прогноз, космический прогноз, исходит именно из этой индивидуальной карты, из этого индивидуального рисунка судьбы. Но каждый солнечный знак не может проживать одни и те же ситуации. Каждый день, как вам говорят гороскопы, да, солнечные, когда мы слышим их по радио. Но основные тенденции, они все-таки присутствуют. А какой еще бывает? Солнечный, какой-то другой еще бывает? Солнечные знаки, да, это овны, козероги. Но когда мы рождаемся на восточном горизонте, восходит одно из 12 созвездий. Это может быть овен, козерог или кто-то, какой-то еще другой знак. И помимо того, что, например, вы лев, вы можете еще нести в себе какие-то качества знака восходящего, например, девы. То есть это рядом стоящие в знаке гороскопа? Не обязательно. Это все зависит от времени рождения, когда вы родились. Так, солнечный, получается, и вот этот восходящий, вот этот... Да, да, вы можете быть двойным. Двойным, а еще какие-то существуют? Двойным или двойным овном. Еще знаки какие-то, то есть там не солнечные, какие гороскопы? Нет, солнце, это солнце, это начало всех началов. А луна как-то влияет на нас с вами? Луна тоже влияет, конечно же. Да? Да, какие вообще варианты гороскопов существуют? Вот мы знаем, что есть индивидуальный гороскоп. Индивидуальный гороскоп, это карта рождения. Нет, индивидуальный гороскоп, это гороскоп карты рождения. То есть чем мы родились, как я вам сказала, наш космический паспорт. Здесь мы можем отслеживать различные тенденции нашей жизни. Это здоровье, финансы, браки, разводы, любовь, дети. А что значит отслеживать? Вот непонятно. Вот у меня что-то произошло, и астролог говорит, да-да, вот здесь вот, вот тут. Нет-нет-нет, здесь вы немножко меня, наверное, не поняли. Получается, что мы рождаемся, нам составил гороскоп астролог. Мы видим тенденции развития нашей жизни, и нам не нужно идти на перелом судьбе. Мы просто используем то, что нам дает космос, дабы быть счастливым. Ну, какой-то жизненный пример бы понять. Вот там я, у меня там в гороскопе, что может быть написано там на 2016 год, вторая половина. Приходите к астрологу, я вам все расскажу. Я фактически сейчас, я не про себя конкретно говорю, что там может быть, какое событие там может быть описано? Можно посмотреть события изменения в семейной жизни, изменения по работе, вас повысят или вас уволят. Нет, такого мы, конечно, не видим. Мы предполагаем, что там будут разводные ветры. Ах, разводные ветры, вот. То есть можно каким-то образом предсказать, что будет это, и подготовиться к этому моменту? То есть астрология – это как инструмент, который поможет нам где-то предугадать события, которые могут с нами случиться, так хорошие, так и плохие. Ну вот многие сейчас говорят, что мы вступили в эру Водолея. Была такая как-то затяжная эра рыб тяжелая, это вроде как 90-е годы, и вот все это помнят, все мы это переживали примерно одинаково. А сейчас вот эра Водолея, что она означает и как она отражается вот на нас, вот простых вот людях живущих? Эра Водолея – это эпоха надежд, потому что Водолеем управляет уран, а уран, в сферу влияния урана входит наука. Техника, электроника, радиоволны, различные гуманитарные движения – это все связано с ураном. Нас ожидает просто дальнейшее развитие науки, техники, революция в телекоммуникациях, освоение космоса не только Солнечной системы, но и Галактики. И, как предполагают астрологи, что человечество станет единым. Это все на ближайшее... Не будет различных, будет единый народ, единое государство. На ближайшие два месяца предсказания или чуть побольше? На тысячелетия. На тысячелетия. На ближайшие две тысячи лет примерно. Это же эра. Юлия Кенева, астролог, была сегодня вместе с нами. Напомним, что уже вечером каждый из вас может отправиться в чистое поле и увидеть сегодняшний звездопад. Обязательно загадайте желание. Помните, что эра Водолея – все случается очень быстро, поэтому формируйте мысль правильнее. Мне кажется, мы сейчас должны очень быстро попрощаться. Быстро-быстро? Быстро-быстро, да. Этот день подготовили сегодня изо всех сил, старались зарядить. И для вас Юлия Курочкина. Александр Тарасов, мы желаем вам хороших выходных. Обязательно увидимся в понедельник. И целуем вас, обнимаем. Счастливо. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok